От пациентки. Женщина 10 июля 1948 года рождения. 9 декабря 2021 года упала сильно на затылок. Гематома 4,5 см. По ее ощущению, на затылке сознание не теряла. После падения повышенное давление, у нее гипертония с повышенным давлением. С 19 декабря 2021 года подташнивают. В положении лежа все проходит. Иногда немеет левая рука и нога, такое бывало и раньше при повышении давления, упало зрение, проблемы с сетчаткой были и раньше. КТ головы делали 17 декабря 2021 года. Для выбора тактики лечения интересно, вызваны ли замеченные изменения в мозгу последней травмой, либо это замеченные только сейчас старые проблемы. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 73 лет. Дата исследования 17 декабря 2021 года. Область исследований – головной мозг. Проведено МСКТ-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суп- и супротенториальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочная система мозга. Третий желудочек 6 мм. Боковые желудочки. Правый 8 мм. Левый 12 мм. Индекс Эванса 0,29. Перевентрикулярные очаги лейкариоза. Область турецкого седла не изменена. Субархноидальное пространство и борозды мозга умеренно расширены. Цистерны основания мозга несколько расширены. Супарсолярная цистерна пролобирует полость турецкого седла. Расстояние от хиазма до верхнего края гипофиза 7 мм. Высота гипофиза 2 мм. Убедительных данных за наличие ОНМК и объемных аморозований головного мозга не получено. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. С обеих сторон сформированы аномалии Киммерли. Пневматизация гаймеров пазух клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон. Симметричны. В заключении. КТ-картина дистопуляторной энцефалопатии, пустого турецкого седла, двусторонней аномалии Киммерли. Рекомендована консультация невролога МРТ головного мозга УЗДГ артерии шеи. 21 декабря 2021 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов МА. Комментарии врача-рентгенолога. Убедительных данных за наличие гематом нет. Есть признаки церебровоскулярной болезни, поражение мелких сосудов головного мозга, признаки повышения внутричерепного давления. Также есть двухсторонняя аномалия Киммерли, костная душка на один шейном позвонке, которая может передавливать позвоночную артерию. Для уточнения диагноза имеет смысл сделать МРТ головного мозга, ультразвуковую доплерографию артерий шеи и показаться неврологу. МРТ головного мозга